Многочисленные аяты в Куране требуют почитания родителей, совершения по отношению к ним добрых деяний. Непочитание родителей, их оскорбления, притеснения считается тягчайшим грехом. Куран требует, чтобы с ними обходились по-доброму, вежливо и сохраняли с ними дружеские, уважительные отношения. Встречайте учащуюся Мактава Иксан Хосянова Эльнара со стихотворением о матери. По ночам звучит надрывный кашель, старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей, одиноко в комнате жила. Да, да, письма были, только очень редко. И тогда, не замечая нас, все ходила и твердила. Детки, вам ко мне собраться хоть бы раз. Ваша мать согнулась, посидела. Что же делать? Старость подошла. Как бы хорошо мы с вами посидели, рядышком у нашего стола. Мы под этот стол пешком ходили, в праздник песни пели до зари. А теперь разъехались, уплыли, улетели. Вот и забери. Заболела мать. И той же ночью телеграф не уставал стучать. Дети, срочно, дети, очень срочно, приезжайте. Заболела мать. Из Одессы, Таллина и Гарки, отложив до времени тела, Дети собрались. Да только жалко, у постели они у стола. Гладили морщинистые руки, мягкую серебряную прядь. Почему же дали вы разлуки так надолго между вами встать? Мать ждала вас в дождь и в снегопады, В тягостной бессоннице ночей. Разве горе нужно дожидаться, Чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мамы, Приезжайте к ним без телеграмм. Ты маму свою никогда не забывай. У ног твоей матери находится рай. Шанс, который дал Аллах, не упускай. Маму никем не заменить, так и знай.